Здравствуйте! Это актуальное интервью. Я Андрей Погорелов. Мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, политолог, руководитель политической экспертной группы города Москва, Константин Калачев. Константин Эдуардович, здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашей студии. Сегодня с вами будем говорить о главных выборах страны. Совсем скоро Совет Федерации назначит выборы президента России. И с этого момента можно будет уже смело говорить, что президентская кампания уже начата. Кстати, свое желание об участии уже изъявили такие политики, как Владимир Жириновский, Борис Титов, Ксения Собчак и другие. И последняя новость, вернее актуальная новость прошлой недели, это то, что на заводе ГАЗ Владимир Владимирович Путин сказал, что тоже примет участие как раз таки в президентской гонке. Как, по вашему мнению, по какому сценарию пройдут выборы президента в 2018 году? Да, Владимир Владимирович Путин прервался на паузу и заявил о том, что он будет участвовать в выборах президента. С учетом того, что для большинства россиян Путин безальтернативен, а его электоральный рейтинг приближается к 70%, очевидно совершенно, что выборы будут носить характер референдума вопросу доверия внутриполитическому и внешнеполитическому курсу. Конкурентность будет, но, как вы понимаете, ни Собчак, ни Гордон, ни Титов, ни Явлинский, ни даже Яновский на победу претендовать вряд ли смогут. И я думаю, что для этих выборов главный вопрос – это, с чем Владимир Владимирович Путин идет на них и какую повестку он предложит нам на ближайшие 6 лет. Путин до сих пор обеспечивал баланс между стабильностью и развитием. И я думаю, что сейчас, ну, с учетом того, что происходит в последние дни, да, прикатились военные действия в Сирии, выводится большая часть нашего контингента. Я думаю, что его следующий президент – это повестка развития регионов, это повестка развития страны, это экономический рост, это борьба за выполнение социальных обязательств государства, это борьба за рост доходов населения. То есть, собственно говоря, заниматься он будет в первую очередь России, хотя внешнеполитическая деятельность его, безусловно, увлекает, и она, конечно, останется приоритетом. То есть, можно смело говорить, что эта кампания Владимира Владимировича будет существенно отличаться от предыдущих? Я думаю, она будет отличаться тем, что, во-первых, она будет короткой, она будет динамичной и яркой. Я при этом полагаю, что Путину нет необходимости заклеивать всю страну своими плакатами, нет необходимости в газетах, буклетах и так далее. Отношение к Путину уже сложилось. У кого-то положительное, у кого-то отрицательное. То есть, за него говорят его дела. За него говорят его дела, и для нас всех очень интересно, какие планы на будущее он верит для себя и для страны. Дело в том, что люди должны быть благодарны тому, что сделано. Ну, простой пример. Он обещал удвоение ВВП. Вы знаете, насколько увеличился ВВП, если пересчитать его в доллары, с 1999 года, с 2000 года? 6,5 раз. Когда Путин пришел к власти, средняя продолжительность жизни России была 65 лет. Сейчас почти 72 года. 71,9%. То есть, продолжительность жизни выросла на 6,5 лет. Если мы посмотрим, скажем, на инфляцию, то она у нас минимальная. В 2000 году она была 36,6%. Сейчас инфляция минимальная. Рубль стабилен. Экономический рост, да, он невелик. Всего около 2%. Но, во всяком случае, он есть даже в это трудное время. Но людям хочется большего. Людям хочется большего. Люди благодарны за то, что было сделано. Люди хотят чего-то нового. Люди хотят перемен. Люди хотят рост доходов. Люди хотят экономического роста. И вот этот рост, собственно говоря, Путин должен будет обеспечить. Обеспечить через поиск новых механизмов экономического развития. Через повышение эффективности и качества госуправления. Через новую кадровую политику. Константин Дунардович, ну как вы считаете, с чем связано на данном этапе молчание со стороны коммунистов СССР по поводу выдвижения своих кандидатов? Ну, СССР обсуждает поддерживать Путина или выдвигать своего кандидата. А коммунисты, коммунисты в замешательстве. Дело в том, что на праймере с левых сил победил директор совхоза Милина Грудинин. Зюганов не вошел даже в тройку. Но Зюганов, безусловно, бесспорный лидер КПРФ. Двигаться Зюганову или нет, я думаю, что Геонид Ильич не очень хочет двигаться, потому что боится прыгать к Жириновскому. То есть, реально Зюганов может занять третье место. Коммунистам необходимо обновление, а выдвижение Грудинина было бы, наверное, сильным шагом. Но, с другой стороны, Зюганов боится, что человек, который выдвинется, станет его конкурентом в дальнейшем в борьбе за влияние на партию, он боится потерять бразды правления. То есть, есть проблема, связанная с коммунистами. Георгий Андреевич всем известен, человек опытный, но выше головы не прыгнет. Но можно сделать ставку на кого-то другого. Пока коммунисты взяли паузу. Но с точки зрения избирательного законодательства в этом году, кстати, ожидается очень много инноваций. С чем они связаны и почему именно в этом году назрела ситуация? Изменить что-то? Все эти инновации связаны с желанием обеспечить людям максимально удобство для голосования, снять все вопросы, которые обычно задаются по поводу административного принуждения, по поводу роли административного ресурса. То есть, в этот раз выборы будут максимально удобными. Например, человек сможет проголосовать не по месту жительства, а по месту фактического нахождения. Да, открепительные устреления отменяются по той простой причине, что они были элементом административных манипуляций, административного давления. Власть заинтересована в том, что выборы были максимально честными, максимально чистыми, максимально законными. Потому что необходима полная легитимность. Что такое полная легитимность? Это когда больше половины населения придет и проголосует. Понятно, что Путин может получить и 65%, и 70%, и 75%. Но это не имеет большого значения. Хотя, конечно, поддержка играет роль. Играет роль для усиления позиций его и России на внешней сцене. Потому что очень хочется показать всему миру, что наш внешнеполитический курс – это не только представление Владимира Владимировича о прекрасном. Это реализация воли большинства. Конечно, результат имеет значение для укрепления позиций внутри страны. Но самое главное в данном случае – это чистота. Это полная чистота и прозрачность выборов. Соответственно, уже сейчас власти всех регионов предупреждены, что о фактах давления избирателей. Власти центральные обязательно будут узнавать. Центр избирком будет взвать активную позицию. И тех, кто, допустим, перегиб на местах, могут даже угодить. В принципе, я думаю, что это совершенно правильный подход. Тем более, что выборы в этот раз в достаточно удобное время. Выборы в сентябре были не слишком удобными, потому что люди уезжали в отпуска. Действительно, это же еще сезон школы. Да, да, да. Особенно для Дальнего Востока актуально. Людей просто не было на месте. Март месяц куда более удобный. С точки зрения возможности проголосовать, все процедуры упрощаются. Зато усиливаются наблюдения. То есть приветствуются видеонаблюдения. На многих измерительных участках будут установлены видеокамеры. Будет задействована большая сеть общественных наблюдателей. Даже ассоциация «Голос» в согласии с сотрудничествами и в месяц общественной оплаты будет заниматься наблюдением за выборами. Для самого главного кандидата очень важно, чтобы никто не мог упрекнуть его в том, что этот результат получен какими-то манипуляциями. Тем более, что, как я уже сказал, сейчас его электральный рейтинг приближается к 70%. Как раз-таки о цифрах заговорили. Если заглянуть в историю, то выборы 1991 года имели самый большой процент посещаемости. То есть избиратели – это практически порядка 75%. В дальнейшем, в последующих выборах эта цифра состояла порядка 60% избирателей. Это хорошая цифра? Я думаю, что все, что больше 50% – хорошо. Полагаю, что в этот раз, ну пока прогноз, что результат будет в районе 60%, может быть и больше. Я думаю, на выборы придут и те, кто привык на них ходить по традиции, да, и те, кто считает выборы праздником. На выборы придут и те, кто считает своим гражданским долгом голосовать, и те, для кого это акт патриотизма. На выборы придут и те, кто считает, что выборы – это способ достать фигу из кармана и показать фигу власти. То есть, в принципе, протестное голосование, как способ донести до власти свое недовольство. Кстати, наверняка вы меня спросите, принести темную оппозицию. Обязательно. Да, есть риск, что кто-то будет призывать к бойкоту выборов. Но вот как раз позавчера, по-моему, в новой газете вышла статья одного из видных яблочников, который пишет, что призывы к бойкоту работают на власть, на Кремль. Почему? Потому что чем меньше недовольных придут на выборы, тем выше результат главного кандидата. Так что мнение по поводу участия в выборах даже у несистемной оппозиции очень разное. Ну а еще чего ждать от несистемной оппозиции на этих выборах? Ну, очевидно совершенно, что одни из них будут разрываться между Собчак и Явлинским. Другие будут продолжать поддерживать Навального. Навальный заявил, что если его не допустят до участия к выборам, а его просто нельзя допустить по закону, потому что он осужден. То есть, на самом деле, тот срок, условный, который он получил, не позволяет ему участвовать в выборах, он будет призывать к бойкоту выборов. Но, знаете, глядя на последние митинги того же Навального, я не думаю, что возможны какие-то массовые акции протеста. То есть, понятно, что есть в России люди, критически относящиеся к власти, таковых не большинство. Но от протестных настроений до протестных действий, дистанция большого размера. И полагаю, что ничего серьезного отнести на позиции ждать не приходится. Она уже готовится к 2024 году. Вот в СМИ очень в большом количестве можно увидеть под заголовки таких статей, как «Путин безальтернативен», либо «за Путина», либо «против всех». А вот каково ваше мнение, как прокомментируете вообще данную ситуацию? Ну, я думаю, что, знаете, есть, скажем, горячие поклонники Жириновского. Если брать электрода Жириновского, большинство тех, кто голосует за ЛДПР, никого, кроме Жириновского, в качестве кандидата не видят. Я думаю, что есть возможность проголосовать, скажем, за ту же Собчак, если веришь в его политические перспективы. Ей 35 лет, может быть, 45 лет, она действительно станет реальным кандидатом в президент. То есть выбор, на самом деле, выбор всегда есть. Путин безальтернативен не потому, что ему так этого хочется. Это результаты социсследований, это результаты воли российского большинства. У нас свыше 80% одобряет его деятельность и его работу. Около 70% готовы за него проголосовать еще один раз. А что касается самого Путина, то, я думаю, для него важно завершить начатое. То есть, на самом деле, наша система далеко не совершенна. Нужно ее перенастраивать, нужно ее совершенствовать. Нужно добиться ликвидации некоторых перекосов, например, в уровне доходов между бедными и богатыми. Нужно добиться исполнения государственных социальных обязательств. Нужно, в конце концов, запустить все те демографические программы, о которых он говорил. Да, у нас Владимир Владимирович Путин уделяет особое внимание детям и молодежи. И таким образом, вкладываясь в будущее России. Понятно, что он является гарантом того, что развитие будет эволюционным и поступательным. Действительно, иногда лучше развиваться без скачков и потрясений. Тем более, что опыт наших соседей показывает, что иногда люди хотят лучшего, а получают намного худшее. Ну, да, к сожалению, это основная проблема последних политических ситуаций, которые в мире происходят. Тенденция опекала. Большое спасибо вам, Константин Эдуардович, за то, что пришли. Действительно, рассказали. Очень интересно. Я думаю, выборы пройдут легитимно. То есть, все ожидать стоит. Знаете, я думаю, что в Якутии особенно. Потому что здесь власти давно ни на кого не давят. Почему здесь иногда княтот отласти проигрывают? Потому что власть считает необходимым обеспечить равенство прав и не более того. Константин Эдуардович, большое спасибо, дорогие телезрители. Я напоминаю, что у нас в гостях был политолог, руководитель политической экспертной группы «Город Москва» Константин Калачев. Оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова